Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Московское время 20 часов 0 минут. И я представляю вам очередной выпуск новостей. Вернее, наверное, выпуск новости. Потому что я же тут обсуждаю всего одну новость. И поэтому каких новостей-то? Новостей, типа, ну, было бы, знаете ли, несколько. А тут, как бы, ну, 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 вы сами все вот это вот должны понимать. Поэтому давайте мы перейдем непосредственно к самой новости. Также перед всем этим я бы что хотел сказать спасибо за то, что воспользовались нашими авиалиниями в 20 часов 0 минут. Будет очень, так знаете, смешно, если данный видеоролик выйдет не в 8.00. А я, как и всегда, это бывает, с ним опоздаю. И тогда он выйдет, там, знаете, в 2 часа ночи. Или, допустим, в 3 часа ночи. И такой, типа, ну, блядь, ну, типа, 8.00. Да нет, сейчас же, типа, не 8.00. Чё-то какая-то дезинформация пошла. Но, неважно. Давайте к самой новости. Основатель BlackRush на своей странице поделился новенькой моделью эвакуатора. Походу, нам стоит ожидать новую работу. И, понимаете, в чём дело? У меня вот с этой работой эвакуатора связано многое. Потому что когда-то, когда я играл на Advance, вот у всех бывают ошибки в жизни. Ну, уж извините, ничего с этим не поделать. Некоторые люди, допустим, там могут сняться в порно, когда, ну, ещё такие молодые, неопытные, зелёные. А потом им за всё это стыдно на их вот этих вот, знаете ли, высоких постах где-нибудь. Я не буду говорить, где, потому что вы сами, наверное, знаете вот все вот эти вот подобные истории. Потом там во всяких телеграм-каналах их сливают. И они такие, типа, блин, чё же произошло, чё же случилось? У всех бывают ошибки. И у меня вот одна из таких ошибок, это то, что я играл на Advance Roleplay. Я не видел серверов, которые были рядом со мной всё это время. А ведь уже тогда, в то время, в 2017 году, была Arizona Roleplay. Но я, знаете, был подвергнут вот этой вот всей пропаганде Данила Геррера. Который постоянно говорил, что это донат-машина. Что они всё украли. Что они к ютуберам относятся плохо. Да и вообще, они все пидорасы там вот на этой всей Аризоне. Я был подвергнут всему этому. Я не знал, что делать. Я сидел, и мне приходилось играть на Advance Roleplay. И чтобы хоть как-то разнообразить игру на Advance Roleplay, я занялся форумом. Потому что сидеть на форуме Advance Roleplay, это как сейчас сидеть, допустим, на Пикабу. Или на 2Ч, или ещё где-то, в общем-то, устаревшая хуйня. Никому не нужная. Тем не менее, там вот я тогда сидел и даже предлагал в тему по предложениям и улучшениям свои, так я знаете, оскароносные идеи. И одна из таких идей как раз таки была вот эта вот работа. Суть она заключалась в чём? То есть ты берёшь машину механика, и на ней ты можешь буксировать машины, которые неправильно стоят. Это замечательная была бы работа, на неё можно было бы устроиться в мэрии. И только представьте, какими бы ненавистными вот эти вот были люди, которые устроились на эту работу. Какими бы ненавистными были все эти игроки. То есть, в самом деле, работа была замечательная. И тогда многие на форуме Advance Roleplay, видимо, такие, знаете ли, нарушители ПДД и всех вот этих вещей, связанных с Advance Roleplay, они сказали, да нет, да ты чё, да эта работа, она никому не нужна. Кто вообще будет ей пользоваться? Кто будет работать? Кто будет подставлять своих же людей, с которыми он играет на одном сервере, на одном проекте? Кто будет увозить машины своих друзей? Зачем? То есть всё это породит конфликт, и всё это породит, я не знаю, там, Третью мировую войну. И поэтому данная тема, она быстро затонула в других предложениях по улучшению всего этого Advance Roleplay. Тем не менее, Андрей Ринга, несмотря на то, что у него там во всех вот этих вот темках есть много здравых идей, действительно, которые можно поддержать, он их не особо-то хочет выполнять. И вот сейчас, понимаете ли, в 2021 году на BlackRush, на топ-1 проекте в GTA CRMP происходит следующее. Добавляют работу эвакуаторы. Я понимаю, что мои мысли насчёт обновлений GTA-самповских серверов, они были не напрасны, потому что сейчас я опередил своё время. Я ещё в 2017 году предлагал вот такие вот все идеи. Почему их не реализовали, я не знаю. Может быть, это было даже в 2016 году, потому что сам, я так знаете, активненько начал снимать в 2016 году. И если вы сейчас не понимаете, о чём я, то, наверное, вы полный ньюфак на моём канале. И вообще, вы только недавно познакомились с моей личностью. И типа такие, блин, у этого чувака всего 5000 подписчиков, господи. Он же ничего не знает, он ничего не понимает. Даже не знает, что у меня есть канал Задан Семён, который я зарегистрировал в 2013 году, когда мне было 11 лет, и я сразу же начал снимать на него видеоролики. Сейчас каналы в таком, знаете, заброшенном состоянии, на нём больше ничего не будет выходить. Но если вы хотите ознакомиться с моей историей, то можете начать с самого первого видеоролика. Сейчас там нет никакого мусора, никакого шлака, всех вот этих вот прочих вещей там попросту нет. Там всё самое нужное, самое полезное и вообще то, с чем вам захочется ознакомиться. Поэтому, если вы всегда хотели узнать, кто я, что я, откуда я и зачем я вообще во всём этом GTA-сампе, на самом деле на этот вопрос я сам ответа не знаю, но если вы, допустим, посмотрите мои старые видеоролики, то, возможно, вы что-то да поймёте. И там вообще много всего было. Там были выпуски выживаний, которым уже там 5 или сколько, или 6 лет, я уже не помню, наверное, лет 5. И вы можете на всё это посмотреть сейчас, там просто там вот это вот всё происходит. Посмотрите, ролики замечательные. Там есть первый сезон сампообзора. Это вообще оскароносные видеоролики, которые вообще должен смотреть каждый человек на планете, который должен вообще, это как, знаете, классика, вот как, я не знаю, служебный роман, или там Ирония Судьбы, или какие-то вот эти вот прочие фильмы, потому что это классика, это знать надо. Сампообзор и сезон первый, сампообзор и сезон два. Это всё, оно, знаете ли, оно создаёт контраст в GTA-сампе. Вы видите ютуберов большое количество, которые снимают там свои вот эти вот видеоролики, мол, там, отдал бомжу то, сделал вот то, купил аккаунт, продал аккаунт, всё вот это прочее сделали, что там сейчас снимают во всём этом GTA-сампе, я особо-таки не слежу, они в основном сейчас все эти GTA-самп-хитуберы стримят, а те, кто не стримят, те просто ушли в мобильную вот эту вот всю сферу, индустрию и так далее. Хотя, самп и CRMP и все прочие мультиплеерные проекты, это, разумеется, не индустрия, так сказал хиток, если мало ли кто-то, возможно, не знал. Однако, я думаю, что вы понимаете, мне вот данная работа нравится. Я бы посмотрел, как она была бы реализована на BlackRush, но, в целом, я за неё, потому что я её предлагал ещё в 2017 году, и, как вы понимаете, я хуйни не предлагаю никогда. Даже когда я сказал, что самп обзор на Владислава Павлова будет последней, это была не хуйня, это была констатация факта, которую, в самом деле, должны знать все люди, все подписчики моего канала. Спасибо вам за то, что остаётесь на наших авиалиниях. Новый ролик завтра в 20.00, либо немного попозже. Но я, опять-таки, постараюсь выпустить его в 20.00 ни секундой, ни минутой, ну, может быть, секундой и попозже, но, в общем-то, ни минутой позже, 20.00, завтра. А если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то вы просто просеряете жизнь свою вот-вот человеческую в никуда. Подписывайтесь, и всё у вас будет хорошо, замечательно и превосходно. Я играл на проекте ArizonaRulePlayFenix, IP, а также мой никнейм, DanteConnor, а также мой промокод, ноутоксик54, вся эта информация, она находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал. И много всего ещё там есть. Всем спасибо за просмотр их, я непонятно за что, ведь ролик сделал я, вы его, типа, просто посмотрели. Но, ладно, неважно. Всем пока.